Путину не удается сдержать раскол между пропагандой и силовиками. Русские мобилизанты бунтуют, а Кадырову вручают премию. Все это мы сейчас с вами и обсудим. Группировке оккупантов на Херсонском направлении конец. Об этом заявил Арестович. Он говорит о том, что там у них совсем все крайне плохо. У них уже все потухшие глаза абсолютно. Они абсолютно не верят командованию. И первые показания, которые они дают, звучат так. Вы понимаете, мы там третьи сутки не можем дозвониться до командования. Она просто не отвечает. Не то, что военные, нет авиационной или артиллерийской поддержки. Она просто не отвечает. Доложить обстановку нельзя и приказы к сверху знать. Не поняли, что их бросили. Путину не удается сдерживать раскол между силовиками и пропагандой. В нынешнем инфополе Российской Федерации есть три основные фракции. Российские блогеры и военкоры. Бывшие военные офицеры и ветераны. Некоторые российские силовики. Путин пытается сохранить поддержку этих фракций, чтобы продолжать реализовывать свои военные планы. Однако неудачи в Украине вместе с хаотичной мобилизацией России привели к расколу общества. И сдерживать его становится все труднее. А самое главное, что это снежный ком. Чем больше он пытается вырулить ситуацию, тем больше этот ком становится. И проблема взорвется. Экспорт туристических услуг в Республику Беларусь вырос на 130%. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Почему вдруг Беларусь стала популярным направлением для туристов? Напишите свое мнение в комментариях. Президент Польши заявил, что ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о совместном применении ядерного оружия. Ну, в смысле, чтобы в Польше было ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Так сказать, создать ядерный зонтик над своей страной. Ну, в свете последних событий мы прекрасно понимаем, для чего это делается. У Путина становится коридор все меньше и меньше, все уже и уже. В Москве военкомат отправил повестку слепому с рождения спортсмену. Русские военные, которые сейчас, ну, военные мобилизанты, которые сейчас бунтуют, говорят о том, что есть люди с психическими с ними рядом. В общем-то, спишь, просыпаешься, а полотряда вырезаны. Приснился сон плохой. На России, на России цирк продолжается. Кадырову вручили награды за то, что он самый подсанкционный диктатор. Рекорд. Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире, с результатом 15 санкций. Рекордсмену объявляю Рамзану Ахладовичу. Кадырова. Рекорд. Наибольшее количество санкционных ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире, с результатом 68 санкций. Рекордсменом объявляю Рамзану Ахладовичу. Кадырова. В Минске задержали тиктокера. И через некоторое время силовики пришли за другом тиктокера. И задержали его за то, что в 2020 году парень смотрел на протесты. Смотрел на протесты. Знаете, мне кажется, что Джордж Орл уже перевернулся в гробу. Он реально не дотянул свою антиутопию. Просто не жил в Беларуси. Белорусский Минздрав выдал свою версию, почему в Беларуси не хватает врачей. И знаете, я бы мог придумать все, что угодно, но то, что выдали они, не мог придумать никто. Оказывается, в Беларуси не хватает медиков из-за того, что в регионах активно развивается высокотехнологичная медпомощь. А также открылись новые больницы и крупные центры медицинской помощи. Вот так. Росэнергоатом заявил, что имеет полное право на запорожскую АЭС. А мы недавно на канале «Реальная Беларусь» подписали документ, что Москва принадлежит Украине. Так что, в общем-то, новость, в общем-то, все. Маккей заявил, что санкции идут только на пользу, и они вообще закаляют государство. А Беларусьбанк пишет вот такие вот документы, где уведомляет, в общем-то, всех работников банка, что все упоминания о картах мира будут просто убраны, так как не хотят новых санкций. И если санкции идут на пользу, то почему Беларусьбанк вредит самому себе? Или Маккей снова пи***ет? Вторая армия мира, которая использует портянки, причем использует портянки, не умея их использовать. Как эти еб***ли, блядь, портянки, 21-й век. Ничего удивительного. Армия Российской Федерации, очевидно, не развивалась. Она просто была. Там просто пилились бабки. Но кто мог представить, что этот неадекватный неандерталец, я про Путина, начнет войну? Мне кажется, никто не предполагал. А он начал. Поэтому в России и воровали из этой армии. Алексей Навальный снимал еще ранее видео, как обдирают солдаты и как, в общем-то, пилят бюджет. Поэтому портянки это еще неплохо. На Николаевско-Херсонском направлении вооруженные силы Украины купили танк у оккупантов. Они, в общем-то, повесили белые тряпки, надуло танка, приехали и сдались. По условиям, которые заявила украинская страна, если вы приезжаете с техникой и сдаетесь в плен, вам еще за это денег дадут. Причем, скорее всего, оформят какое-нибудь гражданство европейской страны и отправят их нормально жить. Если они никого не убивали. Это очень важный момент. Эти люди, ну, раз пришли, значит, выполнили все пункты. Теперь они будут с деньгами. Вооруженные силы Украины будут с техникой. И самое главное, что карма у этих людей не будет запачкана. Им будет не стыдно, потому что они не стали убивать братьев. А, как вы понимаете, все мы люди-братья. Поэтому, кто может, везите технику в СССР. Сдавайтесь. Надо Путина свергать, а не с соседями бороться. Мобилизованные Российской Федерации устроили серьезный бунт. Более 500 человек, вооруженные старинным оружием. Они заявляют, что это оружие чуть ли не 17 века. Я, в общем, слабо разбираюсь в оружии. Но суть в том, что они говорят о том, что нарушений просто уйма. Их привезли в лес, кинули прямо в лесу, спали на голой земле, копали себе землянки, выдали оружие, не записали в военный билет. И они забунтовали и сказали, что никуда не пойдут. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, распространяйте наши ролики среди знакомых и друзей. Помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! Продолжение следует...